Сегодня давайте выберем виноград для вина и, конечно, для чачи. Присоединяйтесь! Поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогун Саныч. Итак, тема этого небольшого видео – это выбор винограда для чачи, ну и, конечно, для вина. Дело в том, что меня в последнее время очень часто просят сделать чачу, поделиться пошаговым рецептом. Я это, конечно, сделаю. И сегодня уже было, так сказать, несколько капель, которые уже перехлынули через край. Это зрители под ником Владислав Томилин и Стив одновременно написали просьбу, что, Саныч, сделайте чачу. И, конечно, хотелось бы узнать ваш рецепт. Что, будем делать чачу? И я решил сразу пойти на рынок. Прежде чем идти на рынок, я хочу сразу сказать, я буду выбирать виноград, конечно, по качеству в первую очередь, потому что никакое вино, никакая чача на плохом винограде с кишем, с гнильцой и так далее не будет котироваться. Мы всегда выбираем для нашего с вами хобби качественные свежие продукты, в том числе и, естественно, виноград. Теперь по поводу сорта. Я на сорте не буду концентрировать свое внимание. Объясню почему. Дело в том, что чача – это национальный напиток Грузии. Это все знают, наверное, и всеми это признано. И, насколько я знаю, хотя я в Грузии никогда не был, Грузия – это страна, которой может гордиться как чачей, так и своими великолепными винами, моими, кстати, любимыми, Хванчика Ройкина с Мараули, но в Грузии я не был. И вот по словам моих знакомых, которые там были, которые там родились, я понимаю одно, что в Грузии как двор с виноградником, как дом с виноградником, так свой рецепт чачи. И каждый хозяин своего дома, своего рецепта, он будет говорить, что именно его чача правильная, а вот у соседа у него нет, у него от лукавого. Ну, по-моему, здесь говорить не о чем, потому что темперамент носителей данного рецепта достаточно высок, поэтому спорить я не буду, я просто выберу тот виноград, который, на мой взгляд, подойдет для этих напитков. Ну что ж, хватит слов, пойдемте на рынок. Итак, уважаемые зрители, мы с вами на турецком рынке, и я надеюсь, что здесь я точно найду виноград. Точнее, то, что я его найду, я в этом вообще никак не сомневаюсь. Вопрос будет, какого это будет сорт винограда, и, конечно, по какой цене. Ну, здесь вот принято так кричать достаточно громко, это все ребята продают. Кстати, сегодня 1 октября 2022 года, курс лиры на сегодня 1 лира равна 3 рубля 23 копейки, и температура на улице 38 градусов тепла. Ну что, пошел искать виноград, присоединяйтесь. Музыка 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 15 лир Вот везде 15, белый только вот по 10 лир, а я хочу красный и по 10. В общем, уважаемые зрители, маркетинг я провел, ситуация такая. Значит, белый виноград стоит от 10 до 15 лир за 1 килограмм, а вот красный виноград от 12 до 20 лир за килограмм. Но, по-моему, я нашел кое-что подешевле, и сейчас мы попробуем сделать покупку. Можно, можно, но мне лучше виноград. Давайте. Значит, у вас по 10 лир, да? Да, по 10 лир. Давайте 10 килограмм. А как еще раз сорт этого винограда? Это лиса, хвост. Хвост лисы? Да. Самый вкусный виноград это. Не чистый, очень сладкий. Не мелковат? Нет, нет, вот такой они все. Хвост как лисы. Ну, хорошо. Все такие. Мелкие тетки нет. А, как это да? Хвост как лисы. А, понятно. Тамам. Вы в несколько пакетов положите, да, чтобы я... Спасибо. Видите, что тут тоже разговаривает по-русски, да? Ну, в общем, беру виноград, хвост лисы. Вы видели, как он выглядит, какая у него длинная кисть, и почему он так называется. Я попробовал несколько виноградинок. Очень сладкий. Мне кажется, тут сахара надо будет добавить либо минимум, либо вообще без сахара боюсь. В общем, посмотрим. Сейчас мне взвесят 10 килограмм. Я, соответственно, расплачусь и пойду домой. Да, мам. Да, мам. Да. Да. Ну что ж, уважаемые зрители, я слово дома и под кондишеном, что меня не сказано, радует. На улице, конечно, я бы сказал тепло. Ну что ж, вот посмотрите виноград, который мне удалось приобрести. Виноград, как вы поняли, называется хвост лисы. Я еще раз продемонстрирую, почему именно так он называется. Вы, наверное, сейчас сами поймете. Пушистый хвост лисы, да? Вот такое вот название винограда. Первый раз я вижу такой виноград, и из него я теперь буду делать вино. Естественно, в процессе виноделия у меня останется мезга, на которой мы с вами сделаем чачу. Пошаговый рецепт чачи я собираюсь выложить на канале после того, как я сделаю вино, и расскажу, как это сделаю. А вы можете в комментариях написать, вообще интересует ли вас рецепт чачи или не интересует. Можно написать и то, и другое. Делать я ее все равно буду, и, наверное, все равно поделюсь с вами, уважаемые зрители, этим рецептом. Ну что ж, виноград наш готов. Сейчас я приступаю к увлекательному занятию с чисто мужской силой по ручному давлению данного винограда на вино. А с вами прощаюсь. На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей. Кстати, если у кого-то есть свой испытанный рецепт чачи, которым он хочет поделиться, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Я, может быть, сделаю даже по вашему рецепту. Если вы делаете первые шаги в увлекательном мире домашнего самогоноварения, рекомендую приобрести мою книгу «Самогоноварение для чайников». Независимым издательством Ридера эта книга была признана бестселлером 2020 года. Книга продается исключительно в печатном виде. Ссылочка на интернет-магазин в описании под данным видео. С вами был автор книги Самогон Саныч. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей. Субтитры создавал DimaTorzok